Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, вот у нас стройка продолжается. Уже сделали перекрытие между первым и вторым этажом. Второй этаж у нас мансардный. Ну, сейчас мы с вами пройдем дальше, посмотрим, как чумо тут будет. Ну, тут бытовка сзади, которую вы видели. В общем, сейчас начали уже строить мансардный этаж. Вот сегодня приехал Александр проверить, как там дела идут. Сейчас я еще посмотрю, как тут дела идут. Но выглядит все очень-очень даже красиво пока что. Так все быстро уже кажется, что вот-вот уже и крыша появится на домике. Ну, вот, сейчас поговорила с Александром. Там были опять небольшие недочеты в плане второго этажа. Все учтем сейчас, все переделать и будет делать, как сказали. Сейчас с вами пройдусь. Ой, здесь я должен подняться. Собственно, у нас уже с вами здесь первый этаж полностью со всеми стенами. Такими уже все сделано. Вот, все выделено. Тогда, в предыдущем видео, там еще не было стен между вот этими комнатами, которые будут. Две гостевые, ну, под кошек, собственно. Вот, и не было перекрытия. С перекрытием все в порядке. Александр посмотрел, сказал, что все правильно там сделано. Собственно, там на втором этаже будет одна спальня и комната под пумочью. Ну, по крайней мере, под пумочью, пока именно пумочью тут живет. Вот так все будет выглядеть. Собственно, сейчас будут уходить ребята под крышу. Сделаем крышу. И будут заниматься внешней обшивкой дома. Ну, Александр посоветовал в такой последовательности сделать, пока утеплитель ничего такого не красит. Чтобы потом поставить уже окна и двери. И надо будет где-нибудь, кстати говоря, может, кто-то знает, или у вас есть, арендовать дизельную пушку, чтобы просушить дом. Потому что хорошо бы было хотя бы там недельку дом посушить. После этого только класть утеплитель, чтобы он, собственно, не намок, не впитал, и потом проблем не было. Ну, так что, если вы знаете, буду очень рада помощи. Идея арендовать дизельную, вот эту тепловую пушку. Значит, потом у нас... Ну, и вот, собственно, когда поставятся двери и окна, и ветрозащиты пол сделают, тогда уже нужно будет просушить. И, собственно, потом будет классно... Вначале будет делаться скважина и септик, чтобы потом лишний раз полы не дырявить, а потом уже полы. Вот так. Так что, спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас.